Служил 25 лет практически во Львове, во Львовской епархии. Построил храм, филаретовцы забрали храм, 9 лет служил с губернатором, с униатами, националистами, такими фалами, этими всеми безбожниками там в Львове. Полтора гектара земли во Львове, в центре Львова, две трамвайные остановки пройдут для Капитального собора. Оказывается, нашему начальству церковному этой земли в Львове не надо было. А вот вас прошу, а Августин у него у вас? Так же не у нас, уже он уже в Белосерпии. Я его лично знаю, у него там дарбу были. Он был Адамом, а жена была Ева, до того удивительно, в миру. Да, да, да. Маркевич или как-то? Да, Маркевич, да. Так получилось, что я еще за эту землю, и там еще пять лет попал даже, что в... ну там пробил через Кабмин, через Кабмин в Киеве. Полтора гектара земли под поручение было. Вот, одно распоряжение нужно было добиться, чтобы эту землю... Ну там на основе степали, мне подняли этот шум. И вот это, даже, что если говорить, не отдадите печати и документы, потому что я там слишком бурный деятельность, как раньше студент был с губернатором, там замгубернатора в суд подал националиста этого, так они там еще дня не убили за это все. Вот, если не отдадите, то в запрет. Ну, давайте в запрет. А когда вы она слышали, вы сказали там про плюнки или что? Значит, в 94-м году. А где? Я был в Иерусалиме был. Если с Иерусалима ехали, люди, вот, ломники в Иерусалиме дали мне диск вас. Ой, и что там было? Ну, как вы там, сено там грузите там. А-а-а, это знаете что? Златоус из Потеряевки. Или кричусь я. Да, это не вы? Ну да, я и... Это как раз... Это Златоус Потеряевки, да, да, да. Я думаю, я так помню, что там я. Думаю, другой такой не может быть. Вот мы пошел... Вы скажите, фамилия и имя ваше? Протвори Ансинчук. Значит, пошел со Львова, пошел в Киев. Потому что, ну, там же в Львове не что делать, потому что там же и националисты, и архиарей против меня пошел. Останавливает, чтобы встретиться. Вот, я отдал печать, отдал регистрацию. Делайте, что хотите. Не хотите я с земли, что не... Я пошел в Киеве хотим устроиться. В Киеве меня не приняли, потому что я русофил. Вот такие идиоты, как я, не нужны там. Потому что там же все националисты, все вот такие фальные. Вот, и в том числе там вещи нашего руководства в Киеве. Вот, людям, что же разделается. Вот, они меня не приняли. Ну, я приехал сюда, победит вы здесь, вот тут. А Господь его смотрит. А что они, только мы, а остальные там не такие. Господь так не учил. И этого день 50 не стоило. Когда все народы объединены воединили. Да, да, да. Я не говорю, что... И что это, я там, не я. Это восприятное последнее букло. Просто, что я говорю, что... Как-то так вот, не знаю. Я, может быть, что-нибудь то делаю. Все, ладно, об этом я... Заботьте, ничего нету. Скажите, Господи, даруй меня знать Твой путь и быть Вадимом Духом Святым. Остальное никакой роли не играет. Да, все правильно. Сколько вам лет уже? 50 будет. Через неделю будет 50 лет. У меня через 10 дней 75. Ну, вот, у меня 17-го и не будет 50. У меня 10-го. За пользу. Так, и поэтому столько еще нам не прожить. За прошлое благодарим, а остальное как бы угодно. Мы в прошлом году Украину исколесили вдоль и поперек. Мои книги, у меня 38 книг вышли с печати. Они в Киеве находятся, в Харькове, во всех этих городах. И в Крым мы вдоль и поперек, под побережью все прошли. В прошлом году было. А нынче входа нет, идем через Турцию, и теперь уходим мы еще дальше. Вы знаете, хорошие деньги подали. У меня вот есть благотворительная организация, которая еще во Львове зарегистрировала, чтобы эту землю повесить на эту организацию, потому что на религиозную общину они там не дали повесить. И вот хорошее дело подали печатать Евангелие. Мы строим с нуля православную деревню, где поселиться может кто-то не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Уже 23 года нынче отмечен на Алтае. Там мой брат родной, протеерия, тесаики. Вот с отцом мы знакомы, сегодня мы посчитали, сколько? 36 лет. 36. 36 лет с Атон Кириллом. Вчера тут еще был Каннабас Сергей, он был здесь. Мы 36 лет точно с ним также с Киевом. Вчера были здесь, с Киевом, где были встречи. Помолите, что в понедельник берут наши паспорта. Нам обязательно нужно торопиться. 5-го мы должны войти в Шамгинскую зону. А входим около Стамбула. Игнатий. Игнатий, вот это... Виктор. Виктор, это Николай. Вот мы трое едем, трое и собака с ним. Охраняет нас. Мы же, представьте, прошли 444 города и сирене. И каждый надо встретиться, вызвать доверие. Вот к себе, к книгам. Ночуем где-то в лесополосах идем. С чем питаемся? А у нас сухари размочили в воде. Где можно сами пить, что-то у нас так это сделали. Вот. Это Бог делает так. Он побудил. И мы даем за два года только. Подарили мы, ну, до летней месяца. На 7 миллионов 150 тысяч. Не имея ничего. И Бог так сделал, что мы богаты безмерно. Пойдем. Вот мои книги у Патриарха, у Путина показали, в библиотеке стоят. Это Бог делает так. И не знал, и не думал. А Бог осиял света своим. И пришлось все за компьютер. Я за 9 лет, я провел больше 30 тысяч часов за компьютерами. И мерзко, и набором все занимался. Еще 4 книги стихов. Принят 3467 святитворения. По 9 купетов. Это проход в стихах. Ну, не знать. Просто средств нет. Но книги в интернет выставили. Давайте, может быть, если у вас есть верстка, то, может быть, как-то в общем стиле... Давайте. Мы уезжаем. Поэтому у нас, конечно... Вот. Я вам дам несколько. Это мой брат, отец Акимов. В воде входит. А на той стороне форум. Все здесь. Хорошо. И у вас есть знакомые батюшки? Здесь что? Здесь есть, да. Так, ну-ка. Открой-ка. Другие. Возьмите дверь. Кому-нибудь. Хорошо. Вот он готовый дал, он войдет и там все. Там 1300 моих проповедей только. Умом это я в университет выкончал. У меня нет никакого образования. Кроме я строитель, там учился на фурманах. А это все от Бога. Вот сегодня, он внезапно пригожил тема, отец Кирилл. Начальник, полная свобода. Я говорю, ну все-таки, вот милиция приезжает за мной. Я в милиции на всех отделах буду работать. В больническом счастье, в университетах, по радио. Поэтому они говорят, большая нужна в этом. Он приезжает и говорит, кем экстремизм. Тогда я по экстремизму объясняю, что перед вами стоит самый великий экстремист. Экстрим это значит все доводящее до совершенства. Ну и объясняю, это хорошее слово, а его в плохом смысле показывают. Надо ему вернуть первоначальный смысл. И тогда не будет того, что есть взрывы и прочее. Вот так. И поэтому он говорит, да вот преображение, как сказать, в Вознесениях Гестапова, он дам мне кем. А я говорю, минуты не готовился. Я тогда попросил, ну там крест стоит, и пришел. Вот, если только пришел по колесу, я как-то сразу открыл. Все. Хорошо сказать. Это Бог. Человеческая путь это, и ничего я не буду принять себе, потому что оно не мое. У меня вопрос есть долго. Вы заходите туда. Да, да. Я сейчас. Настолько вы мне, вот я смотрел ваши диски, что я думаю, что я могу. Настолько вы просто, я поражался. И говорю, все, посмотрите, вот человек 4 часа в ночь, это 4 часа в сутки спит. Трудится. Да еще пропедует. Да еще такие, вот такой ясный и светлый ум. Это просто. Вот я, значит, создатель зимой лагеря, 41 год, без помощи государства, тысячи детей подняли. Я говорю, начните в каждом месте, я уже старший воспитатель в лагере. Никому зарплаты нет, зимой что, заработали, летом занимаемся здесь не. Да. Сейчас, говорят, 17 тысяч, больше 21 тысячи деревень исчезло. Мы получили статус, получили землю, сейчас храм, работает школа, школа государства, но все начинается с молитвы. Русь была бы другой, если бы мы искали не своего. Так вот, у меня в бассейне от старца Семена занимался общинами. Дай Бог, вот сейчас, если бы, так сказать, ну, там, выводи вокруг, от солнца. Да, да, занимался общинами. Ну, и не знаю, как оно получится. Сейчас такая, наверное, структура создаётся, которая будет, скажи, по православию, ну, и, как же, скажи... Культура и православие, как? Не-не-не-не, структура по православию. Структура, да. Которая будет... Ну, что, от следствия... В первую очередь, знаете, если я дальше уже мысль, я ухватываю. Первое, что нужно, чтобы человек родился свыше. Просто на первом месте себя проверить, рождённый выслышает. Тогда у тебя всё остальное на 20-м, на 105-м месте будет. На первом месте мой Христос, два слова, Христос и Библия. Вот это из сознания народа вырвано. Выступает патриарх, говорит 20 минут, слово Христос не помянуло, а Библию вообще не поминает. Без святой Библии нет шага. У меня все книги называются «Во свете Библии». Что об этом говорит Библия? Вот одни книги, это не просто книжки, сейчас увидите. Каждая книга 750 страниц. Они показывают в Библии, этики Путина стоят. Один том полностью посвящён мусульманам. Коран, я его разбираю по сурам и аятам сравнить с Библией. И что за 1300 лет сказано мусульманам? Три тома, по 750 страниц, посвящённые евреям. Всё положительно-отрицательно. Талмуд разбирает, это 12 томов. Книг таких просто, их не существует, их книги нету. Это как энциклопедия. Где их можно... Здесь сейчас можете, говорится, заказ сделать. Обратно мы поедем, я привёз, кто заказывал, вот они лежат уже в коридоре. Хорошо, хорошо. Можете в руки взять, но на место положить. За ними даже хозяин приедет. Он же об этом избыл, и оказывается. Пять книг я вам могу сегодня дать. Пять книг. А остальные разбирать. Потому что нам нужны деньги на бензин. А вы ещё в актере работ идёте. Да, да, да. Я ещё вас работами сиденьем с собой, и я ещё вас в Шретов приметил. Вот которые дали вам визитки, вы обязательно зайдите в сайт, в форум, там сокровища не оценим. 50 книг только моим голосом насчитано. Такого нет во всей мировой сети. 12 томов златолюста насчитано, 12 томов жития, 5 томов до златолюбия. Не просто насчитано, а чтобы они слушались. И архитиларгулаг там есть. Ну за что нас сажались? Так что моя бедра хорявая. Ну, мне тоже самые, наверное, друзья. Если меня оттуда не убежал бы. Сейчас я выговорю. И попрошу эти собачки. Они вчера дали? Они у нас два года. Я когда людям говорю, жалуются на здоровье, я говорю, а зачем ты жалуешься? Да вот так вот. Я за всю жизнь еще не дает обедки не съел. У вас еще не болит. Все болит. Так это естественно. Господь это назначил. Как нужно быть недовольным? Это мой Бог назначил, чтобы я болезни его, призвал и прославил. Что, вывезти его? Нет, я сейчас вывезу. Это дам галушек. Ураган. Брат, сделай пять книг. Ураган. Если у вас есть средства, вы можете за все книги рассчитаться вперед. Ураган. На хороший ураган. Ураган. А можете потом, когда данные будут? Я сейчас сделаю гражданство из России. Все, ничего не надо. Я просто сказал, какой из вариантов есть. Да, Бог, как-то наложи. Галушек наложи. Сейчас маленько соломку. От этих четырех книг, вот это, вот это, вот это видели. Я просил благодарность от Лукашенко, от Рамзана Кадырова. Это Бог делает. А когда поехали, мы ничего не знали. Просто благословили, сосветили машину. Мы за 3800 кг отбросили где-то с кафта. И каждую неделю мы заряжаемся. И после меня он учитель, ему надо в школу. В сентябре мы должны быть дома. И вот нынче идем мы до Атлантики. Я вам назвал, полностью всю Скандинавию. И везде ждут встречи с протестантами, встречи с католиками. Они сами этого ждут. У вас крест такой есть или перевернулся? Перевернулся, да. Этому кресту уже 150 лет. Этот протокрестфитер во Львове не подарил. Он хотел, чтобы я был там настоятелем, но там, видите, что-то я не вписывался в расклады наших архиереев. Да, да, да. А я считаю, это похвалу. Да, да. Похвалу. Меня просто был удивлен, когда В.Д. Кагустин баснул украинскую армию против российской армии. У меня это было... Никак. Но тут несоразмеримо и нельзя об этом говорить. Если настоящая война и будет, только не больше одной недели. Ух и прах. У них армия была забыта, нет ни нового... Да, да, да. Там воевать не с кем. Воевать с мирным все время они еще молчат. Да. Ну хотя бы промолчал бы. Вы знаете, мы молимся, что Господь дал мир. Да. И все. Как ты можешь оставлять на братубитство... Соларет прямо призывают убивать. Я видел, что... Ну и еще... Ты тоже, так сказать... И как он сказал? На защиту. Вот здесь вот, здесь написано. А я говорю вам любите друг друга в войне. Все святые, которые были против. Я им... У нас в армии служит. Ну вот, откройте-ка. Открыть ее. Вы где-то встретились, что-то вам не понравится. Это ничего не значит. Вы только думайте об одном. Как угодить Господу? Вот. Это содержание. Так, образоверите. Итак. А я вам говорю любите врагов ваших. Это о присяге и о службе в армии. Тут найдете. Да, да, да. Вот. Здесь все. Здесь нам раскрашен 240 иллюстраций лучшего иллюстратора Библии Гестана Дары. Это наша работа. Полный лист. Вот для виду хотя откройте. Все. А покаяние, крещение... Вот так вот немножко держите, я еще чуть-чуть переоткрою. Вот. Посмотрите, как это выглядит. Вот одну возьму. Посмотрите. Ооо. Это наша раскраска. 240. Да. Вот. По порядку давайте. Полный лист. Посмотрите. Да. Красиво. Какая работа была проделана. Это тоже, где в мире будет встречаться, это только наша. Уже от нас берут. Красиво. Мы старались это сделать. Да. Полная. И здесь же 297 я даю комментарии о неблагополучности и православии. Относительно Слова Божьего и проповеди. Я ничего не толкую совершенно. Допустим, скажите проповедовать. Я добавляю еще и Златоуста туда отдельно. Отдельно отчеркнуто. Сейчас, подождите, еще раз Гелену. Чтобы не было разговора. Вот. Игнатия толкования. Никакого моего толкования вообще нигде нет. Сейчас я это открываю. Вот она. Вот видите. Отчеркнуто другим шрифтом и Л. Дальше отчеркнуто. Закончилось. Идет дальше. То есть. В Блаженном Афифилакте я вставляю комментарии. Расширяю то, что он сказал. Крупно делаю его шрифт. И тогда. Вот оно. Видите как. Чтобы вы обратили на это внимание. О проповеди. О необходимости всех идти на проповедь. И поэтому. Эта книга. В Блаженном Афифилакте заговорила вдруг. Священники сначала говорят. Да нет такого там написано. Только у меня так. А как же я этого не видел. В Блаженном Афифилакте. Патриархия выпустила в Блаженном Афифилакте. Он стоит на полках. А это работает. Да. Они говорят. Вот мне дали книги. Их возвратили через год. И мне одной книги не востребовали. Игнатий Дричининов там 6 томиков. А вы знали книги тут же. Я еще не подписал их. Они уже тут расхватывают. Разве это справедливо? Я говорю. Так у меня Игнатий Дричининов здесь чуть не весь взят. Я его объясняю. Поэтому. Понимаете. Они просто ожидают. Отдельно у меня составлен симфонию на жития святых. Симфонию в первую очередь. Симфония на 11 этни экономических книг. Лучшая в мире. Полный комплект лежит там в коридоре. Ну она уже назначена. Просто в руки посмотрите. Ой. Хорошая. Пойдем. Сейчас я маленько прогуляю.